Отец, вы знаете, наверное, был известный балетный танцовщик и потом балетмейстер, представил много балетов, потом уже учитель балета, значит, класс вел, знаменитый звездный класс в Большом театре, где и Глановой, и Блесецкой, все занимались вместе. А мама была, вначале она была Аннелли Судакевич ее звали, значит, она была киноактрисой немого кино, снималась, ну, такая она была просто красавицей, будем так говорить, актриса, она была, видимо, не очень такая, она нигде толком не училась, в студии Завадского только немного, просто за красоту ее снимали в разных фильмах, ну, вот всякие там известные в те годы названия «Поцелуй Мэри Пикфорд», «Два бульдет-2», «Трубная площадь», «Потомок Чингисхана», «Будовкин» уже, вот, ну, и еще ряд фильмов, много довольных, «Победа женщины», ну, это такие ленты, конечно, такие, сейчас они смотрятся в ироничных отношениях, вот, а потом, когда звуковое кино, стал, возник период звукового кино, то она уже не перешла, этот барьер, звуковой барьер, она не перешла, и она стала художником, потому что у нее были способности, и тоже работали для театра и для цирка, она сделала ряд спектаклей, саморучкой пришла к этому, вот, и стала делать спектакли и костюмы известным актрисам там, вот, и стала главным художником московского цирка, а потом союз госцирка, это не шуточное предприятие, это так называемый цирковой конвейер, который весь союз обслуживает, все трупы здесь формируются в Москве, а потом они едут гастроли союзами по всему миру.